Ситуация по шахедам, которые улетают в Беларусь, белорусское воздушное пространство. Я не знаю, как белорусы к этому относятся, может они об этом не знают, заодно послушают и узнают. Обираемся на данные телеграм-канала Белорусский ГАЮ. Благодарность каналу, спасибо ребятам за их кропотливую работу и хороший, качественный сбор разведательной информации. Так вот, шахед долетел аж до Могилева, вот тот, который сегодня ночью завернул, это свежак информация. Дрон-камикадзе типа шахед, который зашел в Беларусь в районе 8.40 утра курсом на Наровлю, населенный пункт Наровля, в данный момент уже предположительно долетел до Могилева. Ну, это информация на 10 часов утра. Ему на перехват в 9.15 с аэродрома Барановича был поднят истребитель Су-30 в ВВС Беларуси. И с аэродрома Мочулище в 9.10 был поднят вертолет Ми-24, тоже в ВВС Беларуси. По данным телеграм-канала Белорусский Гаюн, маршрут шахеда следующий. Заход в Беларусь в районе трассы Р-37, деревня Александровка. Дальше дальнейшее движение на город Наровля. Далее БПЛА зашел в Могилевскую область и двигался на Бобруськ, Быхов, Березино. И далее на Могилев. На текущий момент, это было 10 утра, еще раз напоминаю, БПЛА уже пролетел над Беларусью более 300 километров. Отметим, что это уже четвертый дрон Камикадзе, который вошел в воздушное пространство Беларуси, начиная с 11 июля. То есть, фактически за 5 дней четвертый дрон. И только второй за сегодняшний день. То есть, один был вечером вчера, второй сегодня утром. Что происходит? Ну, скорее всего, как я и говорил, отрабатывается вопрос прокладки маршрута по территории Беларуси. Вполне возможно, что Российская Федерация будет использовать воздушное пространство Беларуси. Либо для возврата вот этих дронов-пустышек или дронов-разведчиков, которые, выполнив свою задачу, отвлекая, допустим, если пустышки, отвлеча нашу систему ПВО, то они отваливают Беларусь, чтобы их не сбрасывать на землю. И им хватает заправки вернуться в район пуска, где их перезаряжают и потом пустят обратно. То есть, такая своеобразная может образоваться карусель из фальш-дронов. Именно для перегрузки нашей системы противовоздушной обороны. Либо же это разведчик, который несет информацию, часть он передает сразу в режиме онлайн, часть он может записывать на другие виды носителей. И, соответственно, его надо вернуть для того, чтобы расшифровать ту развединформацию, которую он собрал. Но прокладка такого маршрута, видите, как реагирует? Вроде как Беларусь, видно, что командование вооруженных сил Беларуси знает эту ситуацию, в курсе дела. Они хоть и поднимают там и авиацию, и для якобы перехвата этих дронов, но они их не сбивают. И дают возможность пройти дронам над населенными пунктами. Кстати, Могилев не самый последний город Беларуси, и над ним прошел этот дрон. А для операторов дронов, если их ведут, то если это разведчик, который работает в режиме онлайн, то ему как раз очень удобно вдоль трассы, чтобы не потеряться на местности, не используя GPS, чтобы ее не погасили средства РЭП. Двигаться по городам, как по верхам или по крокам маршрута. Двигаться в направлении базового аэродрома, или места, откуда они стартовали. Ну, самое главное, чтобы в обратном направлении не полетели дроны и не зашли в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси. Потому что мы же ответим. Это же, вот тут уже, наверное, с нашей стороны надо сказать, чтобы самопровозглашенный Лукашенко не баловался. А то же мы ответим. И остается у нас Черниговская и Сумская области, это северское оперативное направление. Здесь ситуация сохраняется в том же контексте. Враг продолжает обстреливать нашу территорию, продолжает пытаться вести разведывательную диверсионную деятельность. Но, опять же, так же, как и на основной линии фронта, наши военные фиксируют уменьшение активности врага у границы на Сумщине. Ну, в частности, спикер 117-й бригады, отдельной бригады территориальной обороны, заявил о том, что несколько недель назад фиксировали увеличение вражеских войск, личного состава и техники на границе с Сумщиной. Сейчас ситуация изменилась. Происходит даже уменьшение минометных или артиллерийских обстрелов в нашей территории. То есть, тоже враг снизил боевую активность, ну, я думаю, что ввиду нехватки ресурсов. Как людского, так и снарядного. Потому как, да, есть информация, что российская артиллерия, несмотря на то, что пока еще работает активно, но уже начинает на отдельных направлениях вводить лимиты для российской артиллерии. А при использовании снарядов северокорейского и китайского производства, естественно, качество которых крайне низкое, в отличие от советских боеприпасов, которыми вела огонь российская артиллерия в начальном периоде этой части войны, России против Украины. То, конечно же, уменьшение лимита, уменьшение расхода снарядов по целям крайне сильно снижает эффективность применения самой артиллерии по нашим войскам, вражеской артиллерии по нашим войскам. Хорошая тенденция, как для нас. Посмотрим, как она дальше будет развиваться. Итак, по огневым задачам. Оперативные направления мы все прошли, разобрали по огневым задачам. Здесь вчера наша авиация и ракетные войска и артиллерия Силы обороны Украины наносили поражение по 11 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также были уничтожены пункты управления войсками, два средства противовоздушной обороны, радиолокационная станция и станция РЭП противника. За прошедшие сутки общие потери расистских захватчиков на всей линии фронта составили суммарно 1110 оккупантов. В технике и выражение потери составили следующие. В танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 36 единиц, в артиллерийских системах 44 единицы, в беспилотнике оперативно-тактического уровня 45 единиц, в автомобильной технике 57 единиц и в специальной технике 8 единиц. Кстати, надо отметить довольно высокие темпы уничтожения вражеской артиллерии. Ну, это в основном благодаря тому, что у врага все меньше и меньше остается самоходных артиллерийских установок. В основном, рашистские войска возвращаются на прицепную артиллерию, что дает нам, ну, как бы, карт-бланш в плане уничтожения. И количество, я так понимаю, что в этом месяце мы пойдем на рекорд по уничтожению артиллерийских систем противника. Мы и так их уничтожаем больше тысячи в месяц, больше тысячи. Что довольно быстро позволяет опустошать запасы, складские запасы, которые есть сегодня в Российской Федерации. Потому что производство новых артиллерийских систем на сегодняшний день практически не ведется. Если там выпускается 5-10 стволов в месяц, то это может быть и то. На том оборудовании, которое они купили в Китае, они много стволов не наточат. А то оборудование, которое у них западное, на сегодняшний день оно практически все стоит. Ввиду отсутствия комплектующих и ввиду отсутствия возможности заказать ремонт и техническое обслуживание этих станков. Это сложные станки, высокоточные, которые делают проточку артиллерийских стволов. Так что по производству артиллерии в России практически провисла. Единственное, что они пока что могут делать, это восстанавливать ту артиллерию, которая находится на складах и базах хранения. Но если уже добрались до М-46 130-мм, это, кстати, корабельная пушка. Она устанавливалась когда-то на линкоры и даже на крейсера. Дальность у нее 18 км, она считается дальнобойная, при калибре 130 мм. Вот ее когда-то для увеличения дальности стрельбы сухопутных войск, ее поставили на лафет, эту пушку. И таким образом появилась пушка М-46. После чего она была снята с вооружения, когда появились уже системы. Ну, 2С3, она 17 км и 152 калибр у нее, Д-20, точнее ее предшественница. Потом она, Д-20 ствол переставили на 2С3. Потом появилась М-124 км, потом гиацин 28 км. Из них потом сделали самоходные, на самоходной базе. А вот эту в начале 80-х М-46 встала на длительное хранение. Так вот, сейчас ее распаковали и она активно поступает в войска. Да, к ней боеприпасов пока что еще достаточно. Но скажу так, что не так уже много. Потому что эта пушка не носила массовый характер в войсках. Были отдельные дивизионы в составе бригад, артиллерийских бригад, где эта пушка считалась средством старшего начальника. Ну, по меркам 2-й вероятной войны. Поэтому дивизионы М-46 находились только в артиллерийских бригадах. В полках арт-дивизионы были в основном на 122-м калибре. Начало М-30, потом Д-30 и другие разновидности. Так что, вот по артиллерии мы, очевидно, судя по статистике, за первую половину июля мы идем в этом месяце, мы опять идем на рекорд. Думаю, что он будет по уничтожению вражеской артиллерии. Ну, а теперь у нас внешний оперативный... Ну, наверное, Крым сегодня не так громко звучал, как прошлой ночью, когда мы накрыли дивизионы С-300, С-400, 12-го полка радиотехнического полка. Но зато ночь на европейской части Рашидской Федерации тоже прошла неспокойно. Наш дрон ударил по заводу в Курской области. Горит один из цехов. Причем горит очень хорошо и непросто. Исполняющий обязанности в Курской области некий Смирнов сообщил, что украинский беспилотник атаковал расположенный в регионе Кореневский завод низковольтной аппаратуры. Тоже завод военно-промышленного комплекса. Сейчас расскажу, в чем важность была этого завода. Именно была. Но тут опять отвечаем интересный нюанс. Министерство убийств в Рашидской Федерации сообщает, что все сбили. Все. 15 дронов они сбили за ночь. Но губернатор Курской области или исполняющий обязанности губернатора Курской области говорит в средствах массовой информации, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода. Никто из работников не пострадал, пишет он в своем телеграмме. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов. То есть, с двух ближайших районов собрали пожарные расчеты и они не могут потушить уже несколько часов. Это одно возгорание одной крыши. Также там он опубликовал фотографии пожара. Но по данным телеграм-каналов местные жители слышали звуки нескольких беспилотников и мощные взрывы. После чего загорелась кровля здания местного завода низковольтной аппаратуры. Издание также сообщает, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На своем сайте Кореневский завод низковольтной аппаратуры сообщает, что он является одним из ведущих предприятий РФ и стран СНГ, имеющий многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры, распределения и управления аппаратов защиты. Продукция предприятия используется в различных отраслях промышленности и энергетики. Ну а Минобороны России заявляют, что в течение ночи во вторник армия РФ сбила, извините, я скажу, 13 ударных дронов, в том числе 9 над территорией Ростовской области и по одному над территорией Белгородской, Курской и Воронежской областям, а также в акватории Черного моря около западного побережья Крыма. Ну вот, в Курской области один дрон они сбили, но местные паблики пишут, что слышали несколько дронов и несколько взрывов на территории завода. Ну, это может только свидетельствовать о том, что либо они не увидели эти дроны, либо дроны, успешно преодолев систему ПВО врага, выполнили свою боевую задачу. То есть, встретились с той целью, которая была запрограммена уже. Кстати, если говорят о том, что они сбросили взрывные устройства, значит, мы перешли к новому этапу, это применение дронов многоразовых, именно дронов-бомбардировщиков, которые сбрасывают взрыв. Есть и такие у нас, мы далеко в этом плане ушли вперед. Вот, единственное, мы пока не можем по количеству догнать Рашистскую Федерацию, догнать и перегнать. А по качеству и по боевым, по применению, по характеру применения, тут мы впереди планеты всей. Так что, вполне возможно, использовались дроны-бомберы, которые могут сбрасывать взрывное устройство и возвращаться на базу. Ну, вот такие вот военные новости на сегодняшний день. И такая военная обстановка сложилась на линии фронта от Харькова до Олешек и на всех оперативных направлениях в нашей стране и вокруг нее. Ну, два слова скажем о международной обстановке. Ну что ж, Трамп на конференции Республиканской партии был выдвинут кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии. Там же он впервые появился на публике после покушения. Ну, не считая интервью по дороге, которую он давал там из больницы до аэропорта и в аэропорту, когда он прилетел в тот город, где проводился съезд партии или партийная конференция. Также Дональд Трамп назвал в городе Милуоке с заклеенным краешком уха, ну, сами понимаете, что если бы рана и носила серьезный характер, то он бы был как минимум госпитализирован. Он через 15 минут после обработки раны и заклейки ее повязками, медицинской повязкой, он вышел и с улыбкой на лице рассказывал, как он чуть-чуть не был убит. Ну, видите, как видите, вот здесь действительно поговорка имеет смысл, что чуть-чуть и не считается. Так вот, он объявил своего кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов. Это сенатор Джеймс Дэвид Венс. Редкий, редкой породы человек, ярый маговец, то есть ярый трампист, ярый противник Украины и военно-технической помощи нашей стране. Так что очень такой серьезный тандем, антиукраинский тандем собирается в кандидаты, в президенты и вице-президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Джо Байден сказал, что он не собирается сниматься с гонки, он на коне, то есть он полон сил и бодр для продолжения гонки и для победы в этой гонке в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Посмотрим. В Европарламент впервые соберется после июньских выборов уже в новом составе, с учетом смены, которые происходят. Там первая сессия 10-го созыва открывается сегодня в Страсбурге. На ней должны утвердить парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она, скорее всего, сохранит свою должность на еще одну депутатскую каденцию в Европарламенте, в Еврокомиссии. Также на повестке дня голосования за президента Европарламента фаворитом выборов является Роберто Митцоло. Она тоже сохранит, скорее всего, она возглавляет с 22-го года. Скорее всего, она сохранит свой пост. Она тоже наша сторонница. И Урсула фон дер Ляйен. Мы знаем, как она старается помочь Украине. И Митцоло, тоже Роберто, сторонница Украины. Также с 6 по 9 июня страны Евросоюза выбирали 720 членов Европарламента. Четверть мест получила Центристская Европейская Народная Партия. На втором месте Левоцентристы. На третьем Либералы. И из Обновляя Европу. Такая тоже партия у них есть. Также прошли партии и политики, которых называют крайне правыми или правыми популистами. Вот такой вот там пирог. И будет утверждена в должности или назначена новая глава, новый комиссар по международным вопросам, то есть главный дипломат. Им становится Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии. Она уже официально подала в отставку. Она и все правительство Эстонии. И в связи с назначением ее на вот эту должность главного комиссара по иностранным делам. Это главный дипломат, так его называют в народе. А на самом деле эта должность называется комиссар по иностранным делам Европейского Союза. Тоже наша сторонница и она очень активно помогает и поддерживает нашу страну в борьбе с рашистской оккупацией. Тем более страны Балтии на себе испытали все прелести русского мира и советского образа жизни. Так что вот такие вот изменения. Есть уже информация, что Роберто Мацоло уже утверждена на свою должность. То есть она ее сохранила. И дальше там сейчас продолжается заседание сессии этого Европарламента. Ну что ж, Орбан продолжает выполнять роль тарана, такого своеобразного троянского коня, который запустил Путин внутрь Евросоюза. Орбан выдвинул новые идеи относительно урегулирования вооруженного противостояния России против нашей страны, против Украины. Так вот, Орбан предлагает восстановить дипломатические отношения с Рашистской Федерацией после своего «мирного» в кавычках турне, об этом пишет немецкий Бильд. В письме главе Европейского Союза Шарлю Мишелю премьер Венгрии приводит свою краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Трампа. Орбан восхваляет Трампа и уверен в том, что после победы на выборах тот не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник. У него есть подробные и обоснованные планы, какие никто не знает. Кстати, даже эти тайные планы Трампа по урегулированию войны даже раздражают Кремль. Там нервничают, почему? Потому что не могут понять, какие же все-таки планы находятся в голове у Трампа. Тем более его пресс-секретарь, она сказала, когда там, помните, когда была попытка представить некий мирный план от имени Трампа, она сказала, что это не имеет отношения к Трампу никакого, этот план, и вы даже не представляете, что у него в голове по отношению к вопросу урегулирования нашего вооруженного конфликта. А Орбан, видите, оказывается, все знает. Однако Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах будет дорого стоить Европейскому Союзу. Финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины. То есть он пугает заранее, что США могут обидеться и надавить финансово на Европейский Союз за то, что тот поддерживает Украину. Также премьер Венгрии предложил обсудить мирную конференцию с Китаем и наладить отношения со странами глобального юга, чье уважение к ЕС было утрачено из-за позиции относительно войны в Украине. То есть, видите, мы, оказывается, еще и разломали дружбу и сотрудничество Евросоюза со слов Орбана с глобальным югом. И он предлагает это все вернуть. Что вызвало очень бурную реакцию со стороны Европейского Союза. И, кстати, вот на этой сессии, которая сейчас идет в Брюсселе, уже 69 депутатов Европейского парламента, и движение это нарастает, требует поставить вопрос о прекращении полномочий председательствования Венгрии в Европейском парламенте, чтобы остановить беспредел и самоуправство Орбана, действовать от имени Европейского Союза, используя свое политическое положение на данный момент, то есть председательствующего в Европейском Союзе. Так что вот так вот. Орбан как настоящий троянский конь Европы на сегодняшний день запущенный Путиным. Это уже, по-моему, самое удачное сравнение. Далее, Британия и страны ЕС усилят проверки российского нефтяного флота. Об этом сообщает Блумберг. В четверг европейское политическое сообщество планирует встретиться. Они готовы принять меры по обходу России международных санкций. Дело в том, что Россия сейчас использует серый и черный флот, серый и черный флот, танкерный флот, для вывоза своей нефти потребителям. И это идет в обход международных санкций. Но они проходят по проливам между Атлантикой и Северным морем. Поэтому там есть возможность эти корабли притормозить и устроить проверку на предмет оформления документов. Или на предмет происхождения нефти. Все же прекрасно знают, откуда эта нефть. И если она подсанкционная, то на эти корабли может быть наложен арест. И так же, как и на эту нефть. Литва продолжает нам помогать. Вот тут беспрецедентная помощь в плане восстановления энергетики нашей страны. Литва передает Украине более 300 единиц оборудования в Вильнюсской ТЭЦ-3. Из соображений безопасности название мощность оборудования или электростанции, на которые его передадут, не разглашаются. Но опять же, смотрите, Европа дает оборудование. Это страны Европы, наши партнеры дают оборудование. Денег нам собрали, больше полумиллиарда евро собрано на восстановление нашей энергетики. Ну а нам выключают свет и лупят тариф, почти в два с лишним раза повышают тариф на электроэнергию. И пытаются, я так понимаю, за наши деньги, пытаются еще и восстановить частные тепловые электростанции, которые находятся в частных руках. Восстановить их за наш счет. Германия поставит Украине ракеты Таурус в ответ на покушение на главу Рейн Метал. Об этом заявил тоже главный редактор немецкого Билд. Я бы скептически воспринимал эту новость, учитывая, что Билд считается желтая пресса, это таблоид. Главный редактор обвинила власти Германии в зайчьей трусости. После новостей о срыве покушения на главу оборонного концерна, она заявила, что тактика немецкого правительства поддерживать Украину, но не раздражать Путина, полностью провалилась. Если информация о российском сговоре с целью убийства главы Рейн Метал окажется правдой, ответ может быть только один. Мы должны поставить ракеты Таурус в Украину. Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия, всякий раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает все, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это означает полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте. Это глупо, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммунике НАТО о том, что Россия наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира. Не вопрос, что мы все хотим мира, но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячья трусость Германии пути Путин не воспринимает всерьез. Но Шольц и СДПГ, это партия, от которой Шольц стал канцлером, все еще застряли в прошлом. Поступая так, они подвергают нашу безопасность и свободу в Европе, опасности. И не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения, это на 10% больше, чем нужно. Ну вот такое жесткое заявление. Ну она сказала, что, видите как в заголовок отличается от содержания. Она сказала, что поставит Германии Таурусы, но на самом деле она требует, чтобы Германия поставила Таурусы в обмен на действия Путина. Ну я вот сегодня тоже говорил в одном из своих интервью, что что же мешает Соединенным Штатам дать разрешение Украине применять оружие, которое нам передается, западного производства, на всю дальность его досягаемости. И я сказал, я тоже, кстати, пришел к такому же выводу, что только трусость, раболепие и трусость перед Путиным, американской администрацией, коллективного Запада. Вот тут практически мои слова главный редактор немецкого издания Bild озвучила на все медиапространство Германии. Не надо бояться Путина, он не такой всемогущий. Когда его боятся, он этим пользуется. Он думает, что он всесильный и непобедимый. А на самом деле, в конечном же итоге, там нашли же иглу и отломали ей кончик, и умер Кощей бессмертный. Хотя назывался бессмертным. Вот то же самое надо сделать с Путиным. А мы знаем, где найти эту иглу. Только дайте нам оружие и разрешите его использовать на всю его огневую мощь. Далее. Вот то, что я вначале вам говорил, что Россия готовится закрыть границы для потенциальных призывников в случае новой волны мобилизации. Об этом сообщает британская разведка. Они знают, что готовится, знаете как, закрыть, внешне не закрывая. Мобилизовать внешне об этом не сообщая. То есть, они планируют к осени ужесточить мобилизационные мероприятия. То есть, будут, будут, мобилизация примет массовый, может принять массовый характер. Для этого закроют, тихоря закроют границы, тихонечко. Просто перестанут выпускать из страны, то попадают под категорию военнообязанных. Вот. Ну, прибег, да ни к этому или нет, неизвестно. Все будет, кстати, зависеть от нашего политического руководства. Если мы, если наше политическое руководство пойдет на договорники о прекращении огня, значит, никакой мобилизации, никакого закрытия границ Российская Федерация предпринимать не будет. И, соответственно, никакого угрозы внутреннего бунта в РФ тоже не будет. То есть, фактически, мы спасем таким образом Путина от потери власти, возможной потери власти в Российской Федерации. Если же мы идем на силовое решение, вот как даже в Германии главный редактор Бильд понимает, что только силовым путем можно завоевать свободу и добиться независимости. Тогда, да, тогда у Путина справы кепски, и ему придется идти на непопулярные в народе шаги, что может вызвать противостояние в обществе, социальный взрыв, который приведет к потере власти Путина и его партии войны. Ну, и опять же, в подтверждении того, что ситуация в Российской Федерации ухудшается с каждым днем, и становится довольно печальной, говорит о том, что на военные заводы Санкт-Петербурга трудоустроили подростков в возрасте от 14 до 18 лет. То есть, они используют труд несовершеннолетних детей. Подростков наняли по программе временного трудоустройства молодежи в летний период. Согласно Трудовому кодексу, они работают не более 4 часов в день и получают оплату в размере до 14 тысяч рублей. Сборочный завод «Волна» занимается производством комплексов радиосвязи и радиоэлектронной борьбы. А Северный пресс-завод производит составные части бортовых систем управления крылатых ракет. Теперь это делают дети. В Российской Федерации дети стоят у станков. Кстати, это не первый опыт. Вот вспомните ту же Елабогу, завод по сборке шахедов. Кого туда нагнали? Студентов, иностранных студентов под угрозой депортации и прекращения обучения в российских вузах. Их заставили отрабатывать, работать на этом заводе по сборке этих шахедов. Это нехватка трудовых резервов. Не то, что безработицы, здесь не безработицы, здесь отсутствие трудовых ресурсов. Потому что народ попрятался. Кто-то уехал. Сотни тысяч военнообязанных покинули. Да, я думаю, там больше. Несколько миллионов покинуло в возрасте. Или в категории военнообязанных покинуло Российскую Федерацию в 22-м году. В 22-м, в 23-м году. И покидает, продолжает сейчас покидать. И я думаю, что к осени усилится эта тенденция в Российской Федерации. Так что люди увольняются с работы и уезжают. Или уезжают в какие-то города, деревни Глухомань, чтобы их там никто не нашел и не узнал о их пребывании. Либо уезжают за границу, кто имеет такую возможность. И вот детей ставят к станкам, заставляя работать на производстве. Вместо того, чтобы отправить в какие-то лагеря, пансионаты, для того, чтобы дети могли отдохнуть. Нет, их заставляют работать на производстве. Вот такой он русский мир. А в это время взрослые начинают устраивать беспредел в Российской Федерации. И бандитизм усиливается. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации, это официальная информация, признали резкий всплеск организованной преступности после начала так называемой специальной военной операции, как они называют войну Российской Федерации против нашей страны. Причем в лихие 90-е возвращаются. Групповые оргпреступные группы уже проводят рэкет, разборки, ну и бандитизм на улицах. На болотах на 76% выросло число совершенных организованными преступными группами преступлений в первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом до военного 21-го года. То есть, понимаете, да, 76% почти в два раза выросло количество ОПГ и преступлений, совершенных ими. Это официальная статистика, это МВД России, тут я не выдумал ни одной цифры, ни одной буквы. В 23-м году по статье бандитизм осуждено 334 человека, что на 42% больше, чем в 21-м году. После начала войны МВД стало также фиксировать всплеск и преступлений с оружием. С декабря 23-го эта статистика засекречена в Рашистской Федерации, ее больше не публикуют. Одним словом, СВО в кавычках идет по плану, как говорил Путин, и очень больно бьет по жителям Рашистской Федерации. И это только начало прогнозирует в Министерстве внутренних дел Рашистской Федерации. Продолжение следует...